Он тот, которого ты видел и о которой говорит с тобою, не сказал это я, исцеливший тебя, сказавший тебе, пойди умойся, но говорит, сначала прикровенно и неясно, и видел ты его, а потом яснее, и он говорит с тобою, Слеп был и вообще всякий человек от рождения, то есть от подчинения рождению, с которым соединено тление, ибо с тех пор, как мы осуждены на смерть и на размножение через страстное рождение, А то ли над нашими мыслями, глазами распростерлось, как бы какое густое облако, и может быть, та кожаная одежда, о которой упоминает священное писание Бытие 3.21, слеп был и в частности народ языческий. Смотри, она что делает, под мышки лезет, смотри, ничего не... И он был слеп от рождения. Человек потеет сердечно, валерьянку ищет. Ну, что это такое? Что за полиганство тут? Вот у меня костюм, она упирается, и весь его там под мышками, энергетику, говорит, снимают. Еще. У нее на щеках это все, она щекой трется-то. А это не поймет, что случилось. Слеп был, в частности, народ языческий, и он был слеп от рождения. Например, елины от того, что обогатворили рождаемые тленные. Стали слепы по сказанному. Омрачилось несмысленное их сердце. Римлянам 1 глава 21 стих. Должно идти и на силаам, источник крещения, и креститься в посланного, то есть Христа. Ибо все мы, которые духовно крестились, во Христа крестились. А кто крестился, тот после всего подвергается и искушениям. Может быть, за исцелившего его Христа поведут его перед царей и правителем. Поведут его перед царей и правителем. Луки 21 глава 2 стих. После всего нужно быть твердым и непреклонно стоять в исповедании, не отрекаться из страха, но если понадобится, стать и отлученным. И если люди, враждующие против истины, и выгонят исповедника ее, и удалят от святого и драгоценного для них, то есть от богатства и славы, то найдет его Иисус. И когда врагами будет обесчестен, тогда от Христа будет особенно почтен познанием и основательнейшей верою. Ибо тогда наиболее будет поклоняться Христу, как человеку видимому и как истинному Сыну Божию. Почему и святая Мария поистине Богородица? Ибо она родила Сына Божия, ставшего плотью нераздельного и в двух и сестрах единого, который есть Христос Господь. Конец толкования.